Не обязательно что-то говорить в этот момент, но само вот это осознание присутствия, само это понимание нахождения рядом, оно уже говорит об очень многом. То есть иногда бывают такие моменты, когда слова могут слабо выразить состояние человека. То есть иногда бывают такие моменты даже в твоем поклонении Господу, когда ты понимаешь, насколько беден твой словарный запас, чтобы выразить те чувства, которые у тебя есть. И в этот момент лучше помолчать, потому что. Поэтому я думаю, что здесь и вот с этой стороны можно посмотреть на это. Еще где брать тему для поповедей? Мы немножко говорили об этом вчера, мы и сегодня будем говорить. Я просто пока прокомментирую или скажу на этот счет просто несколько мыслей. Это то, что тема для проповеди или выбор текста Писания, основания для проповеди, как к этому подойти, откуда. Но несколько вариантов сразу скажу. Я не знаю, как в вашей церкви обстоит дело, но у нас бывает иногда, что я говорю проповедникам, что мы будем проповедовать на такие-то темы. Например, мы сейчас по средам заканчиваем проповеди на Евангелие от Марка. У нас до 20-х чисел апреля расписано, мы больше года проповедовали по средам на Евангелие от Марка. То есть мы начали с первой главы, и я разбивал каждую главу на определенные темы, давал проповедникам и говорил всем проповедникам, которые проповедовали в среду. «Братья, вот, пожалуйста, темы». Я примерно как бы разбивал, давал определенный текст, вот отрывок, и потом говорил об этом, можно сказать, вот по этому отрывку у меня есть некоторые мысли. Просто как бы такие вот, знаете, bullet points давал, что вот можете это сказать, можете это сказать, можете это сказать, но каждый проповедник, собственно, сам готовился и сам думал о том, что ему сказать. То, что я говорю, я просто как бы то, что я читаю или вижу в этом тексте. Но опять же, некоторые проповедники более аккуратно следовали этому, другие проповедники видели какие-то другие моменты в этом тексте. Но мы все говорили, вот, начиная с первой главы первого стиха до практически последнего стиха Евангелия от Марка. То есть мы сейчас заканчиваем Евангелие от Марка. То есть у проповедника не было выбора. У него был, ему давался текст, если ты попала тебе в это время, даже если тебя подменили, хочешь не хочешь, ты просто должен был этот текст брать и проповедовать. То есть это как бы один вариант. Но мы не делаем так всегда. Мы сейчас закончим, у нас будет пару месяцев, будет перерыв. Потом, возможно, еще возьмем какую-то тему. До этого у нас было, например, такое, что, опять же, последовательно так делали, мы брали, например, и проповедовали о чудесах Иисуса Христа. Все чудеса Иисуса Христа взяли, может быть, вы знаете, иногда в некоторых Библиях есть вот там описание чудеса Иисуса Христа, там 40 с чем-то их чудесов, чудес Иисуса Христа, которые систематически представлены и показываются вот там, там, там. Некоторые чудеса упоминаются во всех четырех Евангелиях. Кстати, какое чудо, рассказываешь от одного чуда, упоминается во всех четырех Евангелиях. Ощущение. Ощущение пяти тысяч. Не четырех, а пяти тысяч. Во всех Евангелиях практически. Это единственное чудо, которое во всех четырех встречается. Но есть и другие чудеса, некоторые в трех Евангелиях, Некоторым в одном только Евангелии, вот мы все вот эти чудеса прошли, проповедники говорили на эту тему, еще мы говорили о притчах Иисуса Христа, около 40 притчей, 39 притчей Иисуса Христа, на которые мы обращали внимание, и проповедники говорили на эту тему, поэтому как бы, ну это я просто говорю как примеры, да, так что бывают вот такие в нашей церкви, по крайней мере, бывает такое. Другой момент, если проповедуешь на праздники, я думаю, что тут вопрос снимается, я не знаю как у вас, у нас мы говорим так, если тебе выпало проповедовать во время хлебопреломления, то вопросов нет, ты проповедуешь о страдании Христа или о значении хлебопреломления, все, как бы мы по-другому не делаем, хлебопреломление, мы об этом рассуждаем, как бы тема уже есть. Если это тема о сошествии Святого Духа на учеников, мы или говорим о этом событии, о Дне Пятидесятницы, мы говорим или о Духе Святом, о служении Духа Святого, о личности Духа Святого, о дарах Духа Святого, мы иногда можем говорить о Троице, как вот о понятии, как о триединстве Бога, мы можем говорить на эту тему. То есть, понятно, если есть какой-то праздник, то у нас есть такое понимание, не знаю во всех церквях или нет, но мы так делаем. То есть, как бы частично снимаются вопросы. Конечно, поднимается вопрос о другие времена, когда вот время между праздниками, вот о чем говорить. Здесь тоже, в принципе, есть о чем говорить, то есть мы, я обращу ваше внимание чуть позже на это, но как бы то, что Бог говорит тебе сейчас, у тебя, как у проповедника, должна быть живая связь с Богом. Шепот откровения. Действительно. И об этом надо говорить. И даже если, и даже если ты чувствуешь, что может быть, ты мало слышишь от Бога, может быть Бог молчит, может быть надо подумать, а почему Бог молчит и в чем смысл молчания Бога. У нас Санников проповедовал, когда вот проводил занятия для вас, после этого он проповедовал у нас в церкви, он говорил на эту тему, он говорил о молчании Бога. Очень интересно. Это глубокая тема на самом деле. Спасибо. Так что, вот, ну, можно достаточно много текстов подобрать, но, опять же, очень многое зависит от церкви, от места, от времени и от многих других вопросов. Давайте мы поговорим с вами о Тургом. Это пятая глава, нет, это четвертая глава кредита этой книги. И он говорит о исследовании. Некоторые из вас, братья, уже со мной проходили это, ничего страшного, мы еще раз пройдем это, так что вы не переживайте. Для вас это будет только во благо. Исследование. О чем он говорит? Мы постараемся это быстро пройти. Хорошо. Исследование. Посмотрите на этот текст из Писания. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вы читали этот стих раньше? Конечно. Ну, как вы его понимаете? О чем говорит? Дувально. Так и понимаете? Так и понимаете? А как вы понимаете? Так и понимаете. Так и понимаете. Все мы понимающие люди. Мы понимаем тексты, понимаем друг друга. Посмотрите, вот апостол Павел говорит Тимофею. Во-первых, кто помнит стих до этого? Будь образцом для верных слов и житей, любви, вери в чистоте. Окей? И дальше он продолжает. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. До этого он еще говорит. Не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по возложению рук священства. Помните вот этот текст? А это здесь написано в оригинале «Занимайся паблик риди»? Я не помню. Ты имеешь в виду вот здесь? Чтение. Чтение. Занимайся чтением. Я не читал. Может быть. Может быть. Я не смотрел оригинал прямо так подробно, чтобы исследовать. То есть здесь призываю, что в церкви должна читаться Библия, не только стихи долго без меня читать. Возможно. Это интересно. Ну, хорошо. Смотрите, я просто хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Павел говорит «Вникай в себя и в учение». Мы очень часто обращаем внимание на экзенгетику. Мы очень часто обращаем внимание на важное сечение Библии. Правильно мы делаем? Правильно. Апостол Павел говорит ему еще «Вникай в себя и вникай в учение». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что ты как служитель, ты обязан, ты должен некоторые вещи делать. И часть из тех вещей, которые ты должен делать, это ты должен заниматься постоянным исследованием. И вот здесь Кредок пишет, интересно, на английском языке, это жизнь исследования, в русской версии, в русском переводе этой книги, глава называется «Исследование». То есть, это в принципе, он говорит здесь не просто о исследовании текста писания, он говорит о том, что ты как проповедник должен посвятить себя постоянному исследованию. Ты должен быть исследователем. То есть, если ты проповедуешь, у тебя должен быть настрой на то, что ты должен вникать в разные аспекты жизни, не только Слово Божье. То есть, это общий принцип подготовки к проповеди. Он говорит даже о том, что время на исследовании ведет к проповеди. Ты должен понимать, что даже когда ты занимаешься каким-то исследованием, ты не тратишь время попусту. Твой жизненный опыт, то, что ты читаешь, какие-то заметки, какие-то статьи. И даже мы потом поговорим о том, что важно, например, даже читать классическую литературу. Я обращу ваше внимание на это. Почему? Потому что это позволяет вам тренировать свой ум. Это позволяет вам вырабатывать определенный словарный запас. Поэтому временно исследование ведет к проповеди. Исследование это также акт повиновения и поклонения. То есть, апостол Павел повелевает Тимофею, занимайся симпостоянно, вникай в себя и в учение. И когда проповедник, если ты слышишь вот это Слово Божье, если ты понимаешь, что это не только Тимофей, но и тебе, то ты, когда совершаешь это исследование, ты повинуешься Господу. В этом также есть и поклонение Богу. Другими словами, когда ты исследуешь, что ты как будто бы, знаете, занимаясь исследованием, ты не просто как бы поверхностно ловишь какие-то тексты Писания, и ты не просто какое-то суждение высказываешь в проповеди, но когда ты внимательно исследуешь вопрос, даже житейский вопрос какой-то, твое слово имеет вес, ты не просто субъективно подходишь, что ты стараешься взвесить с разных сторон. Знаете, как люди, когда приходят к доктору, они иногда, особенно когда серьезная болезнь какая-то определяется, доктор им говорит, sick second opinion. Слышали такое? Спросите еще у кого. Пойдите к другому специалисту. И так многие советуют, особенно когда какие-то серьезные медикаменты предписывают, они говорят, пойдите еще к одному, еще хотя бы к двум можете пойти, для того, чтобы узнать мнение других специалистов. Может быть, другой специалист что-то другое скажет. Так вот, когда ты занимаешься исследованием, ты ищешь тоже альтернативу. Ты не просто слепо и быстро и легко приходишь к какому-то заключению, и ты говоришь, а давай я с этой стороны посмотрю, а что если я еще посмотрю внимание или обращу на этот же момент, но с другой стороны немножко. То есть это важный момент на самом деле, когда у тебя есть такой настрой, когда ты понимаешь, окей, это может быть мои мысли, а можно ли этот вопрос обдумать с другой стороны? Ты хочешь что-то сказать? Другими словами, сделать такой, создать консилиум, как доктора делают, да? С одной стороны, да. С одной стороны, да. Он говорит еще, на самом деле, что когда ты занимаешься исследованием, то есть опять же, речь не только, исследование вообще, нацел, прицел на исследование, то есть идея не в том, что ты только делаешь экзогетический анализ, но он говорит о том, что просто когда ты проводишь исследование, когда ты занимаешься вот этим, то оно дает тебе уверенность, ты понимаешь, что ты потратил время на это, и тебе просто это помогает чувствовать себя более уверенным. Это не только подготовка к одной проповеди, это настрой на жизнь проповедника. Вот о чем он говорит. Я хочу несколько слов сказать вам, потому что, или хочу, чтобы мы вместе обсудили, один достаточно быстро это обсудили. Посмотрите, то, что говорит автор, касается прежде всего пастора. Он говорит, ты так постарался, что ты как пастор должен иметь это, ты должен стараться это делать. Многие из вас не несут пасторского служения, многие из вас не являются рукоположенными пасторами в церквях, но многие из вас проповедуют уже. У меня вопрос в том, нужно ли проповеднику, который не рукоположен на пресвитерское служение, нужно ли применять эти советы к себе? Нужно ли тебе заниматься исследованиями, тратить на это столько времени? Или это только для пастора? Как и критерии к избранию епископа, они ко всем важны. В принципе, я даже говорю так, в принципе, любой член церкви, вот то, что написано, например, в Первом Послании Тимофея, когда речь идет о критериях для избрания на пасторское служение, я говорю, любой брат должен иметь это. Любой христианин должен иметь эти качества. И любая жена должна быть не клеить. Имеет, не имеет, это другой вопрос, но должен стремиться к этому. Это нормальная христианская жизнь, скажем так. Так вот, здесь, я думаю, что очень важно, это понимать. И с одной стороны, вы можете сказать, хорошо, пастор, который освобожден от служения, может быть, у него есть время, 2-3 часа в день потратить на обсуждение какого-то текста, или прочитать пару статей, или еще что-то. Вот у него есть такая роскошь. А у меня? Я на работе, я с семьей, я еще где-то что-то занят. Где я найду это время? У меня вопрос в другом. Не просто где ты найдешь это время, мне кажется, что тогда, когда мы понимаем, что какие-то вещи важны, мы находим для этого время. Когда мы понимаем, что это важно для меня, я найду какое-то время посидеть на интернете, поговорить с кем-то по фейсбуку, или еще что-то, когда я где-то считаю, что это важно для меня. Так вот, мне кажется, должен быть настрой, вообще на вот такое состояние, исследовательское состояние. Было бы хорошо, чтобы у каждого проповедника это было. Я очень бы хотел, чтобы вы, братья, тоже это взяли для себя. Мы уже говорили об этом, что нужно настроиться на работу. Важно при этом отметить, что не думайте о том, что все сразу произойдет. Вот за один день сделайте исследование на всю жизнь. По чуть-чуть, понемножку. Находите время. Учитесь составлять определенное расписание и время находить для этого. Для того, чтобы проводить вот такое, как бы, жизнесследование, он говорит, он советует. И, кстати, когда я преподавал в других некоторых местах гомилетику, я требовал или давал задание не только читать тексты по гомилетике, я давал читать пару произведений классики. Например, когда в прохладном у меня были лекции, я давал им читать сейчас одно из произведений Пушкина. Небольшое, короткое произведение Достоевского. «Мальчик у Христа на елке». Кто-то читал? Почитайте, найдите в интернете. Очень неплохо. Как называется? Короткое, 6 страниц. Но, знаете, я когда помню, читал, у меня просто где-то мне было, наверное, лет 30, тогда я первый раз столкнулся с этим, даже не знал. Детское произведение может быть, да? Но, знаете, слезу просто, вот я не мог контролировать, просто вот слезы текли. «Мальчик у Христа на елку». А вот это Достоевский написал. Потом я им еще задал очень интересное такое произведение, но я просто задал им не для того, чтобы они это читали на кафедре, а просто для того, чтобы увидели, как человек мастерски пользуется словами. Леонид Филатов. «Сказка про Федота Стрельца, Молодого Удальца». Кто-то читал? Есть. Оно, может, не самое, как бы, такое, оно где-то на границе с некоторыми такими непристойностями, хотя ничего непристойного вроде бы нет. Но как он слова подбирает, как он пользуется словами, это просто вот удивительно. Ну, например, смотрит царь на Федьку, как язвенник на рейд. У Федьки от страха намокла рубаха. Узи заурчала, в висках застучала, тут и сказки начало. Понимаете, просто вот, ну, настолько вот такое вот ловкое обращение со словами, необычное даже. Я не то, что говорю, что они так должны проповедовать. Нет. Пожалуйста, не делайте такого время, пробуйте. Это не для этого я говорю. Я просто говорю, насколько человек ловко может подбирать слова, находит время для того, чтобы выстроить эти слова. Ведь об этом подумать еще надо. Догадаться об этом надо. Понимаете? Так вот, просто когда вы читаете некоторые такие произведения, кстати, Филатова-то, это не классика, это просто вот, как бы я добавил им еще Филатова к классике, к классическим произведениям. Ну, почему это важно? Это позволит вам научиться каким-то, каким-то обращением, это обогатит ваш словарный запас и мышление ваше. Это поможет вам, просто поможет вам, как бы иметь, ну, скажем, более обширный словарный запас и даже как-то вот улучшит, улучшит ваше составление проповеди. Очень важно еще после проповеди продолжать работу. Например, вы приготовились к одной проповеди, вы потратили массу времени и вы после проповеди говорите, фу, ну, где-то месяц я до своего графика, я могу расслабиться. Не делайте так. Продолжайте работать. То есть, если вы говорите, если мы говорим о том, что-то постепенный рост, если есть какая-то дисциплина расписания и времени, не оставляйте это, находите другую тему, идите дальше, продолжайте этот процесс, делайте его постоянным процессом, чтобы это стало частью вашей жизни. Понимаете, о чем я говорю, братья? Хорошо. Вопросы есть? Поэтому. Следующая глава, это вот эта пятая глава, он говорит о слушателях. Я хотел бы, чтобы мы с вами немножко поговорили о слушателях. Здесь очень важное заявление. Он говорит о том, что основа подготовки, как бы очень важно, две вещи в подготовке проповеди должны быть самыми главными для любого проповедника. Первое, это ты должен найти, что сказать. Вот брат спрашивал меня о том, на какую тему, где найти тему. Вот, что сказать, это самое первое. Второе, не менее важное, как это сказать. Если у тебя есть уже тема, к примеру, ты хочешь говорить о благодати, ты хочешь говорить о любви, ты хочешь говорить о покаянии, ты хочешь говорить еще о чем-то. Окей, ты нашел тему, ты определился с темой, так вот, как это сказать? Это не менее важно. И мне кажется, когда мы понимаем, что есть две вещи, этих, тогда наши проповеди станут лучше. Братья, я не знаю, если вы обращали внимание на это или нет, я уже говорил вчера, что для многих людей, для многих братьев, для многих наших проповедников, первый вопрос мы еще кое-как делаем, а вот о втором вопросе мы очень часто не думаем. То есть, очень часто наша гамилетика заканчивается тем, что мы делаем богословский какой-то анализ, делаем экзегетический анализ, и на этом как будто тормозимся. А надо еще подумать, и Кредок очень четко говорит об этом, он говорит, тебе надо отступить от проповеди, тебе надо оставить, вернее, вот тот анализ текста, который ты произвел, текст Писания, ты произвел этот экзегетический анализ, ты положил это на стол, отступи от него, и теперь подумай о слушателях, кто такие твои слушатели. Подумай о них. С чем они сталкиваются? Какие у них переживания? Какие у них проблемы? Сделай, как бы подумай об этом, чтобы потом вернуться к тому, что ты уже сделал, и знать, как вот эти слова применить или подать этим слушателям, которые слушают. Другими словами, экзегетику переводит на нашу настоящую жизнь. И не просто взять и бросить, а как это все сделать так, чтобы оно действительно соответствовало, чтобы люди тебя услышали. Так это написано, Иоанн 12, 49. Что? Что сказать, как сказать? Ибо я говорю не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Вот это вот значение, что сказать и как сказать. Обратите внимание, еще помните, мы вчера говорили на тему Иерусалники Евреям, 1 глава, 1-2 стихи, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отца пророка. У меня вопрос, а о чем Бог говорил отца пророка? На какие темы Бог говорил с ним? Он их как истудно. А греки их обличал в основном у всех пророков. Покаяние ввел. Суть. Евангелие? Ты вчера экспромт говорил на какую тему? Старый Завет и Новый Завет. Завет. Что такое Завет? Союз. Это прежде всего отношения. Это может быть не столько обязательства, сколько отношения и Бог хотел иметь отношения с людьми. Те разорванные отношения, которые случились между Богом и людьми по причине греха. Бог хотел восстановить эти отношения. Причем не только восстановить, но сделать их еще глубже. Вы обратили на это внимание? Почему пророки обращают внимание на прелюбодеяние народа? Почему пророки говорят о прелюбодеянии? В чем суть прелюбодеяния? Измена своему. Измена Богу. Измена супругу. В смысле не твоему земному мужу или жене, но для народа это имелось в виду измена Богу, который являлся супругом. Это очень важно на самом деле. То есть почему, в чем проблема? Отношения были нарушены. Бог говорил об этом через пророков постоянно. И дальше написано, мы читаем Евреям 1 глава, 1-2 стихи, мы читаем о том, что в последние дни сей говорил нам в ком? В сыне. О чем говорил? О том же. Об отношениях. Как эти отношения восстановить? Вы обратите внимание на то, что Бог говорил это и через сына он нашел лучший способ сказать, чем это было до сих пор. Пророки говорили, пророки говорили со своей стороны верно, они передавали, но может быть где-то не было вот того понимания, где-то не было какой-то лучшей четкости. Так вот, он после всего говорит в сыне и это самый лучший способ сказать, лучший способ объяснить, потому что сын стал человеком и на языке людей объяснил все вещи, которые Бог хотел. Следующий момент, он обращает внимание на полюс слушателей и полюс библейского текста. То есть, другими словами, когда мы говорим о том, что нам нужно передать вот этим конкретным слушателям, нам нужно передать весь Евангелие или содержание этой вести, да, в чем? То есть, мы слышим, мы получаем весть от Бога, мы получаем определенную благую весть и нам ее надо передать. При этом, мы понимаем, что есть два горизонта или два полюса, есть полюс слушателей и полюс библейского текста. Вот здесь, мы сталкиваемся с контекстом слушателя и с контекстом библейского текста. То есть, это важные вещи, которые мы обязаны помнить, что даже когда мы говорим, и когда мы стараемся, только подходим к тексту, нам нужно понимать, что текст, который у нас в руках, не всегда напрямую можно обрушить на современного слушателя. То есть, надо иногда подумать, каким образом этот текст может быть применен. Цель проповедника вот в чем. Обратите внимание, мне очень нравится это. Цель проповедника помочь слушателю услышать свежий и актуальный голос текста. У меня вопрос, вы верите в то, что Библия актуальна для современного читателя? Если бы не верю, я не селиваю, я сейчас скажу. Окей, хорошо. Хорошо. То есть, получается, что твоя и моя цель показать, каким образом это действительно старая книга, древняя книга. Актуальная сегодня. она не потеряла своей свежесть и актуальности для проблем сегодняшнего дня. Как ты, проповедник, покажешь это слушателю? И вот это, на самом деле, очень важно. Проповедник серьезно должен относиться и к этому, и к этому. То есть, понимать и библейский текст, понимать и слушателей тоже. Некоторые, даже авторы по Гамилетике говорят об этом как об экзегетике, слушателей. То есть, не только проводить экзегетику текста, но ты должен проводить определенную экзегетику и слушателей, которые находятся в твоей аудитории. Надо еще написать, или мы можем смело идти дальше. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Посмотрите, мне интересно, когда я читаю некоторых авторов по Гамилетике, есть разные люди по-разному говорят о том, что такое проповедь и как проповедовать. Многие проповедники начинают с изучения библейского текста. Он говорит об этом, прямо говорит, что я хочу начать со слушателей, я хочу начинать со слушателей. Но некоторые говорят о том, что слушателей надо в сторону подвинуть, прежде всего, и самое главное для нас изучить Библию. А он говорит, что нам надо начинать со слушателей. Согласен ли ты с автором или нет? Почему? да, почему нет? А тут, наверное, спорить не стоит. Почему? Если Бог тебе дает слово, то он может начать со слушателей, он все равно даст тебе слово со своего слова. Окей, то есть, в принципе, ты не видишь разницы большой, то есть, можно и так, и так. По-любому, ты должен сделать и одно, и другое. И одно, и другое, да. Но с другой стороны, если мы не понимаем проблему слушателя, то возьму, как бы, если мы понимаем проблему слушателя, мы можем попросить у Бога то слово, которое бы он хотел для него дать. Окей. Согласен. Потому что, когда ты находишься в разном контексте, к примеру, ты знаешь, что тебе нужно поехать проповедовать в тюрьме. Как бы, не все проповеди подойдут, или не все темы, может быть, подойдут именно к этой аудитории. Даже цвет одежды, если уж так разбирать, даже цвет одежды, он не подойдет к определенной аудитории. Абсолютно. То есть, вот эти вот вещи, об этом нужно тоже думать и понимать. Хорошо. Но я не думаю, на самом деле, что я согласен с Виктором, я хочу сказать, что, может быть, разницы большой даже нету о том, что, то есть, мы не выказываем неуважение к библейскому тексту, в данном случае, если начинаем говорить со слушателей. В принципе, важно и одно, и другое. Надо говорить и об одном, и о другом. Хорошо. Несколько слов об...